Валерия Забрёнов, спортивная панорама. Скажите, насколько вы довольны состоянием сегодняшней трассы, как лыжи бежали и насколько довольны результатами, показанными нашим резервам? Результаты мы еще проанализируем и посмотрим, какая школа, какие тренеры показали, какие результаты, чтобы, откровенно скажу, понимать, иметь с ними дальше дело или же расстаться. Поэтому это должен быть анализ. Что касается условий, для этого времени и для Беларуси это идеально. Утром было пожёстче. Ну, естественно, потом они немножко растоптали эту трассу. Я знаю, что это такое. Но скольжение, я видел, было отличное. Подушка хорошая, снег хороший. Погода идеальна, вы же видели. Но главное, что я увидел, есть ребята, есть девочки хорошие. С ними работать надо. Я почему дёрнул эту вертикаль спортивную сегодня? Это для них было очень неожиданно. Когда неожиданно, тогда всё видно, чтобы посмотреть, как они работают. Насчёт массовости не скажу, что это было вау. Брестская и Гомельская область, к сожалению, в лыжах представлены были никак. А почему? Чего не хватало? Что нельзя подготовить спортсменам на лыжи-роллерах в сезон, а потом хотя бы десяток человек с одной и другой области перебросить в Витебск. У нас же школы есть, и пусть занимаются. Отвратительная работа и органов власти, и спортивной, как принято говорить, общественности. То есть есть о чём поговорить при отчёте Министерства спорта, вице-премьера и руководителей Национального олимпийского комитета. Что мы? Большой радостью были от Олимпиады. Поэтому надо разбираться, пока ещё не забыли вот эти вот соревнования Олимпиады и так далее и тому подобное. Надо сейчас разобраться, оставить тех, кто хочет работать со спортсменами, и тех, кто хочет бежать на лыжах. Николай Сулы, Беларусь-1. Александр Георгиевич, понятно, что олимпийские виды спорта, они живут четырёхлетними циклами. И вот сейчас мы вернулись, наша делегация вернулась из Пекина. Понятно, что на следующую Олимпиаду будет немного другой состав. Кто-то закончит карьеру по возрасту, добавится свежая кровь. Если проанализировать, насколько кадровый потенциал у нас хорош в нашей стране, может быть, не только на примере снежных дисциплин, может быть, и летних дисциплин, потому как Олимпиада в Токио тоже недавно была, насколько кадровый потенциал у нас силён? Вы знаете, всё познаётся в сравнении. Для Беларуси, 10-миллионной Беларуси, вот я бы вас попросил назвать, а чего у нас не хватает для тренировок и подготовки, чтобы завоёвывать медали? Вот назовите, чего не хватает? По условиям всего хватает. Всё есть. Отличная база. Зимняя, школы. Свои начали, вот если про зимние говорить, вы же помните моё требование. Для спортсменов, для подготовки, тренировок надо сделать свои лыжи. Сделали. Я пробовал их. Да, это не эти лыжи премиум класса, а для тренировок у нас отличная. Лыжи сделали. Дальше, что? Малая подушка. Мы закупили огромное количество и произвели, самое главное, произвели снежных пушек. Мы сделали свои ратраки. Вот, пожалуйста, уложили трассу, любо-дорого пробежаться. То есть у нас есть всё. И спортсмены толковые закончили, могут работать с детишками и постарше. У нас есть седовласые тренеры. Но нет ответственности, понимаете? Нет ответственности за, ну, скажем так, прям за те деньги, которые вкладывает государство. Немножко приборзели, извините, и прибурели и спортсмены, и тренеры. Ни один бы в Норвегии или даже в России не остался. Ни один бы после этого, никто бы даже в богатой Норвегии, где огромное количество денег, запасов больших от нефти. То же самое и в России. Про Америку и говорить нечего. Провалился на первых соревнованиях, выбросили бы и тренера, а на следующих соревнованиях не показал бы результат, спортсмены его бы не были сочтены. А у нас так, можно в развалочку. А почему? А потому что никто не платит за это так, как платят там. У нас этого нет. У нас государство, оно вот за все отвечает, оно все сделает. Контроля соответствующего нет. Поэтому база есть, есть тренер, заставить работать. Будет тренер работать, ребята наши не хуже. Они покажут хорошие результаты. То есть в традиционных видах, зимних видах, биатлон, лыжи, коньки, хоккей. Что мешает в хоккее? Даже не попали на Олимпиаду. Поэтому нужен спрос. Я в тебя вложил, я тебе помог, как государство. Дайте отдачу. Не даете, уходите. То есть надо, чтобы была система, она вроде есть, как мне докладывают, но она не сработала. И надо жесточайший спрос. Ну если начальники не сделают вывода, они будут сделаны мной. Александр Григорьевич, вопрос по Украине. Вчера уже стало звучать слово переговоры. Упоминал пресс-секретарь президента России. Ну почему вчера? Когда я, в первый день я предложил. Нет, вы-то, я вообще думала, они приедут, потому что, как вы сказали, завтра в Минск. Но они же не приехали. Сейчас нужно вопрос. Ну они должны были приехать завтра. Владимир Владимирович Путин мне позвонил и сказал, что, ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Там, слушайте, Киев фактически окружен. Они разглагольствуют. Люди гибнут. Они еще разглагольствуют. Ну позиция президента России, вы ее вчера слышали, она озвучена. Он со мной разговаривал на эту тему. Я ему сказал, пожалуйста. Дверь открыта. В любом месте. Хоть во дворце независимости. Обеспечим все. Встретим. Скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность. Проезжайте. Надо остановить этот конфликт пока. Завтра будет война, а послезавтра мясорубка. Поэтому если у них мозги есть, у этих разного рода очумевших, пусть принимают решение. Садимся за стол. Если Россия третий раз, вот буквально за последние дни подталкивает их и дает согласие. И они уже согласны на условия, которые сегодня предложены России. Чего мы медлим? Люди же гибнут. Это во-первых. Ну а завтра, может, и переговоры никому не понадобятся. Может, страна победитель. Ну а вы, наверное, не сомневаетесь, что может произойти. Она просто разговаривать ни с кем не станет. Поэтому, ну безумцы. И мне кажется, опять же, есть силы, которые этот режим толкают, толкают, толкают. Давайте, не сдавайтесь, сейчас с Афганистана бандиты подъедут, сейчас с Ближнего Востока подкинем, да и своих ЧВК хватает. Это же профессиональные воины, профессиональные убийцы. И если они туда втянутся, вы представьте, что будет в Украине. Поэтому не России, а тем более нам это опаснее и не нужно. Все-таки Минск. Мы открыты. Минск, вот сегодня пусть приезжают, полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку. Пока еще это конфликт. Конфликт на стадии возгорания. Надо это остановить. Вы знаете нашу позицию. Я в первый же день об этом сказал. Так нас же уже все от Японии до Америки пытаются пристегнуть к этой войне. И уже нам объявляют санкции вроде там эти... Шайка, как Путин сказал, Моковская чего-то там заявила, что мы чуть ли не в войне участвуем. Ну, это искали повод. Ясно, что там из-за океана позвонили, сказали, как действовать, так они и начинают действовать. Но это мы переживем. Главное, чтобы не гибли люди.